Я работаю в лаборатории магнитно-томографии с пироскопией, сейчас еще попутана кафедра медицинской физики и занимаюсь магнитно-резонансной томографией, о которой я буду вам сегодня немного рассказывать. Если после каждого блога своего рассказа будет делать некоторую остановку, спрашивать, есть ли вопросы. Если есть вопросы, можете писать в чат, буду проверять, но если я вдруг не увижу в чате, то спрашивайте, просто говорите. Хорошо, тогда я начну. Значит, МРТ. Я надеюсь, что в принципе многие знакомы с таким инструментом диагностическим, как МРТ. Многие, возможно, видели какие-то МРТ-картинки. Возможно, кто-то даже проходил МРТ-исследования. Но очень часто стоит отметить, что многие люди путают магнитно-резонансную томографию с компьютерной томографией. Многим кажется, что эти картинки похожи. Но в принципе их физика, которая лежит в основе этих методов, она совершенно отличается. Если компьютерная томография в этом плане довольно простой инструмент, то есть тут просто рентгеновское излучение, которое проходит через ткани, и мы видим, соответственно, как оно прошло через ткани, то МРТ более сложный инструмент, за которым лежит немного более сложная физика, скажем так. Но с другой стороны, нам это может давать более тонкий инструмент, который мы можем настраивать. То есть если вы видите картинки какие-то на МРТ с непонятным контрастом, то это МРТ. Если вы видите вот один конкретный контраст, то это КТ. Для того, чтобы я буду говорить, как в принципе управлять контрастом в МРТ, как получаются картинки дальше, но для этого я обращусь немного к основам МРТ, не очень много им уделю, не очень сложные они будут. Магнитно-резонансная томография основана на эффекте ядерного магнитного резонанса. Есть два способа описания данного эффекта – классический и квантово-механический. Со стороны квантовой механики, если ядро имеет магнитный момент, отличный к нуля магнитный момент, то оно может при помещении в постоянное магнитное поле принимать лишь определенные энергетические состояния. Если мы говорим о простейшей ситуации при спине 1-2, то это два энергетических состояния. Низкоэнергетическое, когда спин направлен по полю, и высокоэнергетическая, когда спин направлен против направления приложения магнитного поля. Соответственно, между этими уровнями, если мы говорим не об одном спине, о спиновой системе, то спины распределяются согласно распределению Больсмана, то есть на нижнем энергетическом уровне немного больше их, чем на высокоэнергетическом уровне. И при воздействии на эту систему переменным электромагнитным полем с энергией соответствующей энергии между этими энергетическими состояниями, происходят переходы как с низкоэнергетического на высокоэнергетический, так и с высокоэнергетического на низкоэнергетический уровень. И если у нас есть разность населенности, и она есть, то мы приходим к тому, что мы эту населенность инвертируем. И у нас на высокоэнергетическом уровне оказывается несколько больше спинов, чем на низкоэнергетическом уровне. Соответственно, потом, релаксируя эта система, это неустойчивое естественное состояние, релаксируя, она испускает квантоэлектромагнитную энергию, которую мы можем засечь, если поставим катушку индуктивности перпендикулярно, соответственно, тому, как раскачивается спина. И в ней будет наводиться эта индукция, и мы сможем от сигнала зарегистрировать. Сторона классической механики, она обычно чаще используется для математического описания, так как квантомеханическое описание довольно сложно, и, в общем, оно не то, чтобы даже сейчас кто-то смог нормально привести все формулы, чтобы описать анамагниченность, чтобы предсказать, как будет вестись анамагниченность при приложении того или иного энергетического радиочастотного поля. Если мы говорим о классическом представлении, то ядро у нас представляет собой шарик, внутри которого вращаются наши заряды и создают круговой ток. Этот ток создает, соответственно, магнитное поле, магнитный момент, небольшой при помещении, в который на него действует сила Лоренса, направленная перпендикулярно приложению магнитного поля, которое вызывает вращающий момент, и этот спиннер, соответственно, прецессирует. Эта прецессия происходит на определенной частоте в зависимости от величины поля, называемой частотой Лормора. Если теперь мы воздействуем на эту систему, прецессирующим, осциллирующим переменным магнитным полем с частотой осцилляции, равной частоте Лормора, то у нас возникает резонанс, и мы эту намагниченность опрокидываем из оси, будем называть ее Z, в плоскость XY. Соответственно, в этой же плоскости, если мы расположим катушку, то мы этот сигнал зарегистрируем. Сигнал является спадающим, естественно, система релаксирует, и сигнал называется спад свободной индукцией. Делая преобразование Фурье, мы можем получать информацию о частоте, на которой прецессируют спины, и интенсивность этого сигнала говорит нам о том, сколько спинов, ну, об интенсивности, грубо говоря, сколько спинов у нас имеет спиновая система. Таким образом, мы приходим к тому, что магнитно-резонансная томография – это не просто большой магнит. В принципе, на высокопольные томографы они не работают на постоянных магнитах. Это обычно сверхпроводящая катушка, помещенная в гелий для того, чтобы она была в сверхпроводящем состоянии, и, соответственно, переменный ток, что это постоянное магнитное поле довольно сильное, это катушка в сверхпроводящем состоянии. Кроме этого, кроме магнитного поля, у нас есть одна либо две катушки, одна, которая возбуждает поле, то есть подает эти импульсы, которые будут насыщать нашу систему, а другая катушка, которая улавливает. Первое приложение, которое вы можете разрабатывать – это разработка специальных катушек. Как правило, катушка, которая возбуждает поле, должна быть довольно большой, чтобы как можно более однородно возбуждать довольно определенные органы, например, головной мозг или шею, довольно объемную, в плане нескольких десятков сантиметров. А катушка, которая улавливает себя, должна быть, наоборот, маленькой и чувствительной, должна находиться как можно ближе к объекту, который мы хотим визуализировать, чтобы как можно лучше улавливать сигнал. На картинке вы можете видеть различные виды приемных катушек, которые как раз улавливают сигнал для различных органов, для головы, для шеи, вот тут для органов малого таза и для, в принципе, органов, то, что внутри живота, короче говоря, и так далее. Симпатичные, обычные, стандартные, рутинные исследования. Кроме того, катушки сейчас разрабатываются для разных приложений, в том числе разрабатываются сверхмелкие датчики, которые будут наиболее чувствительны, они маленькие, и они обычно делаются имплантными для того, чтобы как можно более хорошо улавливать сигнал. Такие приложения используются для визуализации клеточной, то есть визуализации отдельных клеток, так и для спектроскопических исследований. Мы будем дальше говорить с вами о том, что по магнитно-резонансной томографии есть приложение к локальной спектроскопии, из которой мы можем делать выводы о том, о составе ткани, которую мы воспринимаем сигнал. Поэтому с того мы можем говорить о том, патологическое ткань, не патологическое, и делать, в принципе, какие-то диагностические выводы. Так вот, эти катушки очень часто используются, такие маленькие имплантные, именно для локальной спектроскопии. То есть их имплантируют где-то вблизи области патологии, и делают такое, как многократная биопсия. То есть не для того, чтобы… Ну, не инвазивную биопсию, но инвазивную, но с малой в плане инвазивности. То есть не нужно каждый раз разрезать, смотреть, брать образец, смотреть состав. Мы можем делать многократно. Также катушки могут быть беспроводными и работать по принципу взаимной индукции. Такие катушки очень часто используются как дополнительные к приемным или к переемно-передающим для того, чтобы повысить сигнал. То есть мы просто такую, ну, подобную такой катушке помещаем дополнительно внутрь приемной катушки, например, и она работает как такая своеобразная антенна, усиливая сигнал, который находится рядом с объектом, который мы хотим, с органом, который мы хотим визуализировать. Она улавливает этот сигнал лучше, чем большая катушка, передает по принципу взаимной индукции этот сигнал на большую катушку, с которой мы уже считываем сигнал. Такие катушки могут быть разные. Здесь показаны катушки на основе ТЛР, Transmission Line Resonant, но не важно, ладно. Здесь немного другая схема катушек на основе повторяющих танкопроволочных структур. Их очень часто в России называют метаповерхностями, метаматериалами. Конечно, не в том плане метаматериалов, в плане наноматериалов, но тем не менее, из-за того, что они имеют повторяющиеся подобные структуры, тоже эффективно распределяют поле и таким образом выравнивая поле и усиливая его. И теперь мы перейдем немного к спектроскопии, чтобы не говорить пока о томографии. Томография более сложная область, чем спектроскопия, но я уже обмолвилась, что в принципе с помощью эффекта ядерного магнитного резонанса мы можем говорить о том, в принципе, какие соединения мы исследуем. Почему так можно делать? В принципе, каждое ядро у нас окружено вокруг электронная оболочка, если это ядра водорода, то там один электрон, и этот электрон в некоторой степени экранирует внешнее магнитное поле. Кроме того, это внешнее магнитное поле экранирует разные молекулярные группы, и соседние протоны тоже от этих молекулярных групп. Соответственно, каждое ядро, каждая молекулярная группа у нас находится немного в своем поле, которое отличается от изначально приложенного поля В0. Соответственно, частота прецессии у этой молекулярной группы также отличается от соседней. И после фурии преобразования мы будем видеть расщепление. Это расщепление называется тонким. И есть еще такое понятие, как сверхтонкое расщепление. То есть расщепление, которое протоны соседней группы оказывают на протоны, соответственно, рядом стоящая группа. То есть если мы посмотрим, например, вот здесь хороший пример этилового спирта, то протон от группы OH у нас будет оказывать влияние на группу CH2. Соответственно, протон в группе OH может наполнен либо быть по полю, либо против поля. И поэтому он кронирует поле либо усиливая группу CH2, либо, соответственно, группу CH2, ну, снижая поле в группе CH2. И у нас получается таким образом три сигнала. Нулевой, без изменения поля, если у нас спина CH2 и OH направлены по полю вместе, соответственно, будет максимальное поле. Если против поля, то минимальное. Если они направлены в разные стороны, то какое-то нулевое поле. Таким образом, в принципе, химический сдвиг работает. И это и есть сверхтонкая структура. Если мы идем в живые ткани, то таким образом у нас различные метаболиты в организме также имеют разные химические стыди, так как они имеют разную структуру химическую. И мы можем разные соединения, в принципе, засечь по их интенсивности. Сопоставляя их интенсивность, мы можем говорить о наличии того или иного патологического процесса в организме. Например, вот здесь показана картинка самая простая, ну, такое рутинное тоже довольно исследование. Здесь показаны основные метаболиты, за что они ответственны в организме. Можно быстренько прочитать, я не буду это перечитывать. Но смысл примерно в том, что в нашем организме... Ну ладно, это немного не сюда пока будет. Окей, просто разные метаболиты в разных процессах, назовем так, патологических склонны либо накапливаться, либо нет. Например, если мы говорим о лактате и опухолях, то гликолиз в опухолях идет по анаэробному процессу. В основном глюкоза переходит в лактат, и лактат накапливается. А если это не опухолевый процесс, не патологический процесс, то у нас глюкоза переходит в фаламин, кажется. И, соответственно, лактат накапливаться не будет. И здесь показаны исследования на мышах, которым прививалась опухоль глиома. И, соответственно, у них на определенный день, когда развивалась эта опухоль, видно, что очень сильно накапливается лактат в организме. Примерно так это работает. Ну и, соответственно, мы можем выделить небольшую зону головного мозга, с которой мы будем считывать этот сигнал. Здесь она примерно 3 на 3 на 3 миллиметра. Это позволяет нам проводить такую неинвазивную биопсию. То есть нам не нужно вскрывать мозг для того, чтобы достать из него кусочек из патологической ткани, посмотреть ее химический состав. Мы можем сделать это неинвазивно, это более безопасно. Переходя именно к МРТ-приложениям, немного нужно сказать о том, как получают изображение в МРТ, для того, чтобы понять, о чем нам нужны импульсные последовательности, и что это такое. Если мы говорим о спектроскопии, то здесь все просто. Мы подали один импульс возбуждающий, сняли сигнал. Все, провели фурье преобразование, получили спектр. Но при построении изображений нам нужно локализовать, откуда пришел этот сигнал. Единственный инструмент, который у нас при этом есть, это фурье преобразование, из которого мы можем получить информацию, разве что о частоте. Соответственно, нам нужно наше пространство закодировать таким образом, чтобы у нас определенные спины в определенной локализации в пространстве прецессировали с определенной частотой. Тогда мы сможем из фурье преобразования все эти частоты достать и посмотреть профиль по определенному, например, направлению. Если мы только по одному направлению, применяем градиент поля. Соответственно, это достигается, я уже сказала, градиентами электромагнитного поля. Мы искажаем заданным образом в определенном направлении магнитное поле таким образом, что, например, по направлению х у нас спины прецессируют с частотами от омега-0 минус дельта омега до омега-0 плюс дельта омега. Потом проводим фурье преобразования и все эти частоты достаем. Соответственно, можем построить картинку. Таким образом, импульсная последовательность это последовательность возбуждающих импульсов плюс градиентных импульсов, которые кодирует импульсное пространство. И, соответственно, потом происходит после этого считывание сигнала. Основными параметрами здесь является время эха, время от момента подачи возбуждающего импульса до считывания сигнала и время от подачи между соседними повторениями импульсной последовательности. Для того, чтобы нам построить изображение, нам нужно эту импульсную последовательность повторить n раз. Потому что мы сначала скодировали, грубо говоря, максимально я просто не хочу усложнять, работать все несколько сложнее. Закодировали по одному направлению, закодировали по другому направлению. И вот градиент, который называется фазовое кодирование, он должен n раз повториться для того, чтобы мы эту картинку построили. И время между повторениями импульсной последовательности называется время повторения, или TR, repetition time. Так, я здесь делаю, наверное, остановку. Я забыла ее делать до этого, чтобы вы могли задать вопросы. Так, есть ли какие-то вопросы? Вроде в счет ничего не приходило. Твета нету? Думаю, что нет. Значит, окей. Значит, переходим дальше. Возвращаясь к... Будем теперь говорить о том, каким образом можно управлять контрастом на МРТ изображениях. И, во-первых, для чего это нужно. Если мы получаем обычную картинку, грубо говоря, протон-звешенную, протон-звешенная картинка означает, что сигнал на картинке отражает количество ядер, которые мы визуализируем. То есть, грубо говоря, плотность ткани, можно так сказать. Ну, количество воды, что-то в этом духе. Но если мы говорим о поиске каких-либо патологий, то очень часто встречается так, что по плотности, например, ткани могут совпадать по количеству в них спинов, патологическая ткань, опухоль и здоровая ткань могут совпадать. В принципе, опухоль вырастает из нашей здоровой ткани, поэтому это тривиальная довольно ситуация. В таком случае найти это, выявить на картинке патологию невозможно. Поэтому необходимо в МРТ есть необходимость управления контрастом, то есть менять контраст на картинку. Здесь видно, как его можно изменять. Для более эффективного поиска патологических тканей. Это делается с помощью импульсной последовательности, которую мы видим. Им можно даже использовать одно и то же для того, чтобы управлять контрастом. И из понимания того, как, в принципе, происходит релаксация спинов в системе. Когда мы говорим о релаксационных процессах, в принципе, они возникают из-за наличия бауновского движения, из-за наличия локальных флактуирующих полей в системе. Эти флактуирующие поля, и здесь можно разделить релаксационные процессы, грубо говоря, на два. Они происходят одновременно, но так условно разделить их. Это спинрешёточная релаксация, когда наш спин взаимодействует с этими локальными полями и передаёт в них часть энергии. Поэтому принято называть решёткой, хотя, конечно, у нас мы смотрим мягкие ткани, и никакой кристаллической решётки в реальности там нет. Это взаимодействие именно с локальными полями. И спин-спиновая релаксация – это взаимодействие, визуализируя в нами спины друг с другом. Но из-за наличия как раз этих локальных полей, эти спины находятся локально в разных магнитных полях. И когда спин более высокоэнергетичный, передаёт энергию более низкоэнергетичному спину, соответственно, избыток этой энергии переходит в тепло. Таким образом сигнал у нас тоже теряется. Эти два процесса здесь отрежены. Т1 процесс – время спинно-решёточной релаксации, который отражает восстановление продольной намагниченности по оси Z. И Т2 процесс – процесс спин-спиновой релаксации, который отражает спад намагниченности в плоскости XY. За счёт наличия того, что спины находятся в разных локальных магнитных полях, то они процессируются разной скоростью. И в плоскости XY называется то, что называется расфазировка. То есть эти спины разбегаются. И сигнал, соответственно, в плоскости XY падает. Таким образом, если мы хотим управлять контрастом, мы можем получать картинки Т1 взвешенные, то, что подписано Т1, Т2 взвешенные. Мы можем подавить сигнал от определённых тканей, у которых есть заданное время релаксации. Таким образом это делается, я тоже сейчас чуть-чуть расскажу. Если мы хотим… Здесь показаны изображения коленного стола, полученные с разной взвешенностью. Т1, Т2 взвешенные изображения. Если мы хотим получить Т1 взвешенное изображение, соответственно, нам нужно сделать так, чтобы импульсная последовательность, которая у нас сработала, оказывалась не чувствительна к Т2 процессу, а была чувствительна к Т1 процессу. Каким образом это можно сделать? Это мы можем сделать, если мы будем как можно быстрее регистрировать сигнал, пока он не успел спасть. Не для какой ткани. Разные ткани, жир, вода имеют разные времена релаксации. Для примера, у воды времена релаксации Т1 порядка полутора-двух секунд, а Т2 порядка секунды-полторы. У жира, например, время Т1 релаксации порядка 100 миллисекунд, а Т2 порядка 40-50 миллисекунд. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас процесс Т2 релаксации ни одной ткани не сказывался на изображении, то мы должны регистрировать этот сигнал как можно быстрее. Спустя 5 миллисекунд после того, как мы возбудили эту систему. Таким образом, ни одна ткань у нас не будет релаксировать, но Т2 процесс не будет проходить до конца. При этом нам нужно сделать так, поэтому у нас ТЕ должно быть гораздо меньше Т2. При этом время повторения импульсной последовательности должно быть, наоборот, сопоставимо с временем Т1 релаксации. То есть, если мы делаем время повторения сопоставимым с временем релаксации, что происходит? Мы переворачиваем плоскость XY, и у нас какие-то ткани начинают восстанавливаться довольно быстро. Если мы поставим, например, ТЭР 500 миллисекунд, а время релаксации у жира 100 миллисекунд, то жир отрелаксирует полностью, его на магнитичность восстановится, а вода отрелаксировать не успеет до конца. Таким образом, когда мы будем прилагать следующий возбуждающий импульс, у нас сигнал от жира будет все еще максимальный, так как он полностью отрелаксировал, и мы эту на магнитичность сразу перевернули в плоскости XY, а сигнал от воды восстанавливаться не будет, и мы будем переворачивать уже какую-то совсем мелкую на магнитичность, таким образом мы увидим контраст. Сигнал от ткани с высоким временем Т1 релаксации будет темными на картинке, а с короткими Т1 будет длинными. Соответственно, если мы хотим получить и два различных изображения, нам нужно идти в обратном направлении. Мы хотим, чтобы у нас процесс Т2 релаксации сказывался, а процесс Т1 релаксации не сказывался на картинке. Поэтому мы задаем время релаксации порядка Т2, то есть какие-то спины будут, какая-то ткань релаксирующая будет в этот момент уже довольно сильно, ее спины расфазироваться, и сигнал от нее будет слабым, какая-то ткань не будет успевать релаксировать, сигнал от нее будет сильным. Для того при этом, чтобы Т1 процесс нивелировать, мы задаем это время повторения довольно большим, чтобы все ткани могли отрелаксировать по Т1 релаксации, то есть их продольная магнитичность полностью остановилась. Таким образом происходит управление контрастом в МРТ, лишь меняя определенные параметры импульсной последовательности, мы можем управлять контрастом. Для других любых томографических методов это в принципе невозможно, поэтому МРТ дает нам некий такой уникальный инструмент. Кроме того, мы можем подавлять сигнал от определенных тканей. Это делается с помощью различных методов. Одним из них это импульсная последовательность инверсии восстановления, когда мы сначала подаем 180-градусный импульс, потом 90-градусный импульс. Что происходит? Если мы подаем 180-градусный импульс, то намагниченность у нас всех тканей переходит в отрицательное направление по оси Z, если представить себе. Потом релаксируя, значит, плоскости XY-сигнала нет, T2-релаксации у нас не происходит, у нас происходит восстановление продольной намагниченности. Разные ткани восстанавливаются разной скоростью. И если в тот момент, когда намагниченность определенной ткани, например, у жидкости, как показано здесь, будет проходить через ноль, и в этот момент мы приложим 90-градусный импульс, то ткань, намагниченность, которая проходит через ноль, мы эту намагниченность не перекинем уже в плоскости XY, потому что она нулевая просто. В свою очередь другие ткани будут давать сигнал, потому что у них будет намагниченность не нулевая по направлению оси Z. Таким образом мы можем подавить, например, жидкость или жир. Здесь хорошо видно, здесь, например, у нас глазницы выглядят светлыми, а здесь выглядят, ну, глазные яблоки в смысле, выглядят довольно темными, потому что мы подавили сигнал от жидкости. И в желудочках то же самое. Например, в желудочке выглядят светлыми, а здесь желудочки выглядят темными, потому что мы подавили сигнал от жидкости. Другой способ подавления сигнала это по химическому сдвигу. Мы уже говорили, что в принципе разные ткани имеют разный химический сдвиг. И довольно сильный химисдвиг имеет вода и жир. И таким образом можно подавить сигнал от жира. То есть мы смотрим на какой частоте у нас находится жир. Это стандартная разница в 3,5 ppm. И насыщаем определенный пик. Регистрируем сигнал при этом от пика воды. Здесь хорошо видно, как вот эта коленка в коронарной проекции. Коронарная проекция это если смотреть анфас. Очень хорошо видно, как сигнал от жира в коленке весь подавился. И остался лишь сигнал от жидкости. Здесь можно наблюдать, например, что данная коленка не совсем здоровая, потому что у нее вот эта жидкость это в принципе воспалительный процесс, который идет вот здесь вокруг мениска, надколенники. Вот этот сигнал, например, идет от сосуда. Таким образом можно делать какие-то диагностические выводы. То есть если я смотрю на Т1 зашенную картинку, я в принципе не могу сказать о том, есть ли какое-то воспаление, есть ли повреждение мениска. В свою очередь, если я посмотрю на картинку с подавлением жира и увижу, что у меня есть избыток жидкости рядом с мениском, я могу сказать, что здесь происходит воспалительный процесс. Аналогично можно делать выводы о существовании каких-то воспалительных процессов, например, в костях. Если бы кость была светлая, тоже можно было бы сказать, что там идет какой-то воспалительный процесс. Все это позволяет нам эффективно управлять контрастом и выявлять ряд патологий. Здесь показан пример, как это можно делать. Сверху показаны стандартные Т2-взвешенные картинки, на которых в принципе тоже видны патологии, потому что они такие демонстрационные. И я их сделала, чтобы показать, что они есть, но в реальности довольно по стандартным картинкам Т1-Т2 сложно найти какую-то патологию. А ниже показаны изображения, которые получены с подавлением сигнала от воды и от жира одновременно. И здесь хорошо видно, например, на картинке невриному головного мозга. Это опухоль, которая возникает в основном рядом с слуховыми органами. Потом это у нас кровоизлияние в глазницу, рассеянный склероз и двухсторонняя гематома. Вот такие картинки можно получать. Кроме того, можно эти картинки проводить с ними тематические операции, друг из друга вычесть, еще что-то сделать, поколдовать. И получится, например, как здесь, наиболее ярко выделить область патология. Здесь также показаны невриномы. Вот она тоже рядом со слуховым нервом. Кроме того, управлять контрастом можно с помощью специальных контрастных агентов МРТ. Контрастные агенты – это сильно гидрофильные вещества, которые обладают неспаренными электронами. Как правило, то есть это парамагнетик. Парамагнетик что делает? Он создает вокруг себя, если помните, у электрона в магнитный момент в тысячу раз примерно больше, чем у ядра. Соответственно, если у нас есть неспаренный электрон, он создает вокруг себя очень сильное локальное магнитное поле. Как мы помним, что я рассказывала, времена релаксационных процессов – это процессы взаимодействия с локальным магнитным полем. И возникают они из-за наличия этих локальных магнитных полей. Соответственно, чем эти поля сильнее, тем сильнее их влияние на времена релаксации. Таким образом, кладя парамагнитное какое-либо вещество, мы снижаем время Т1 и Т2 релаксацию ткани. Контрастный агент при этом, я сказала, сильно гидрофильный и распространяется только по жидкостной структуре организма. Это означает, что в принципе те области, которые больше снабжаются кровью, в них приходит больше контрастного агента. И влияние на времена релаксации ткани становится сильнее. Таким образом, например, если мы говорим об опухолях, у которых довольно сильно развита сосудистая сетка, то они хорошо снабжаются кровью. И туда будет приходить много контрастного агента. Он будет снижать именно релаксацию, и можно увидеть, соответственно, изменения на картинке. Здесь показаны стандартные Т1-звешенные картинки, и мы не видим никакой патологии в принципе. Если же мы… Здесь та же самая глиома, на самом деле, кажется, должна быть. Если мы будем вводить контрастный агент, они могут быть разные, то мы увидим, соответственно, данный опухоль. Здесь вводится магнист, он влияет на время Т1-звешенные релаксации, и мы сможем увидеть повышение такого сигнала на картинке. Ну или такое. Кроме того, эти контрастные агенты можно объединить с различными лекарственными препаратами, например. И таким образом мы можем отслеживать, куда данный препарат пришел. Сейчас очень распространено то, что, в принципе, вы, наверное, слышали, многие из вас, возможно, даже занимаются какими-нибудь наночастицами, направленной доставкой лекарственных препаратов. Так вот, если мы, например, сделаем эти наночастицы магнитными, то, поместив внутрь лекарственный препарат, мы можем, в принципе, отследить, куда данный лекарственный препарат пришел. Очень часто такое, ну не очень часто, а в принципе, вот я сталкивалась с работой, люди помещали в такие наночастицы, например, стволовые клетки. Потому что большой вопрос, если мы просто вкалываем стволовые клетки, куда они приходят в организме. То есть понятное дело, что они должны, например, прийти, по идее, если был, например, инфаркт какой-либо мышечной ткани, эти клетки должны прийти к месту инфаркта и стать мышечной тканью в идеале, потому что мышечная ткань не восстанавливается. Но куда пришли эти клетки, как бы не совсем понятно. Они могут прийти не в место инфаркта, а прийти в какую-то другую часть организма и стать патологической тканью, из которой вырастет какая-нибудь опухоль еще, при этом потом злокачественная. Поэтому такое отслеживание, в принципе, стволовой терапии довольно актуально. Также с помощью МРТ, с помощью управления контрастом, мы можем делать несколько нетривиальные приложения, например, такие как ангиография, визуализация сосудов. Много есть способов по визуализации сосудов, на основе которых кровь может быть представлена темной на картинках либо светлой на картинках. Соответственно, сколько у нас сейчас время? Ну, еще много могу рассказать. Ладно, мы же в 12.25, по идее, да, заканчиваем. Хорошо. Значит, как делается ангиография, в принципе, есть в разных методах. С помощью ультразвука делается, на компьютерной томографии делается ангиография. Но МРТ тоже не исключение. В принципе, на картинках изначально кровь выглядит темным. И по причине того, что если мы возбуждаем, например, какой-то срез головного мозга, то кровь оттуда успевает уйти до того, как мы визуализируем сигнал. То есть та кровь, которую мы, грубо говоря, возбудили, она уже не находится в том месте, с которого мы сигнал считываем. И поэтому движущиеся протоны, грубо говоря, визуализируются темными такими полосами, ну, как в сосудах. Другой метод основан на визуализации крови, которая позволяет нам получать вот такие объемные изображения. И она выглядит светлой. Данный метод основан на том, что мы преднасыщаем несколько другую область головного мозга. Ну, повыше, грубо говоря, если мы говорим о сосудах шеи, то мы, например, насыщаем сосуды, которые идут чуть выше, например, от головного мозга. И данные после того, как будет проходить кровь, ну, другие срезы, мы можем ее визуализировать уже от другой локализации. Также интересное приложение МРТ, функциональное МРТ. И очень многие почему-то думают, что функциональное МРТ – это что-то вообще непонятное, страшное, отличающееся от вообще основной МРТ. и там нужен специальный прибор и что-то такое в этом духе. Но нет, функциональное МРТ можно проводить в реальности на обычном стандартном МРТ-оборудовании. Ну, естественно, если оно не очень старое, имеет какие-то специальные импульсные последовательности, назовем так. Так, функциональное МРТ основано на том факте, что когда вы думаете или что-то делаете, например, постукиваете пальцами, у вас активизируется определенная часть головного мозга. И эта часть, ну, так как у нас единственная энергетическая разменная МРТ – это АТФ, у нас данный отдел мозга начинает довольно сильно потреблять аденозин-трифосфат. Соответственно, АТФ у нас берется из глюкозы. Глюкозу, чтобы взять АТФ из глюкозы, ее нужно оксигенировать, поэтому сильно потребляется кислород в этой области головного мозга. И поэтому на первой стадии, что мы, в принципе, видим, когда мы начинаем что-то делать, и у нас активизируется какая-то часть головного мозга, то гемоглобин, который приходит, то у нас сильно падает, в принципе, наличие оксигенированного гемоглобина, то есть диоксигемоглобина, который переходит в дизоксигемоглобин. В свою очередь, диоксигемоглобин, оксигенированный гемоглобин, Он не парамагнитен, у него нету неспаренных электронов, и он каким-то образом сильно не воздействует на магнитное поле. Дизоксигемоглобин, дизоксигенированный гемоглобин, в свою очередь, имеет четыре неспаренных электрона и сильно парамагнитен. Соответственно, он довольно сильно влияет на времена релаксации. Как это один, так это два. И когда происходит какой-то мыслительный процесс, то на первой стадии у нас сначала довольно сильно падает концентрация оксигенированного гемоглобина, и появляется довольно много дизоксигенированного гемоглобина. Потом спустя 1-2 секунды организм очень быстро к этому приспосабливается, сосуды расширяются, и туда начинает приходить довольно много кислорода, оксигенированного гемоглобина. Эту разницу во времени релаксации и необходимо засечь, соответственно, на МРТ-изображениях. То есть мы получаем картинки, например, при отсутствии чувствительной, это два времени релаксации, при отсутствии стимула, и, например, когда человек начинает постукивать пальцами. Потом мы эти картинки одни из других вычитаем и смотрим просто по контрасту, как поменялась картинка. Накладывая потом на исходное изображение с хорошим качеством, мы можем сказать, какая область головного мозга была задействована при том или ином стимуле. Интересным приложением также является диффузия. Все это, ну, основы стандартной МРТ, то есть не какие-то там специальные импульсные последовательности, которые необходимо применять. Вы применяете, грубо говоря, одну и ту же импульсную последовательность. Просто соотносите какие-то макроскопические свойства того, что происходит с тканями, с организмами, с тем, как это влияет на уровни иномагниченности. И таким образом можете менять контраст на картинке. То есть здесь нужно все время понимать ту динамику, которая происходит на макроскопическом уровне, чтобы что-то получить на МРТ-изображении. Интересное приложение сейчас также особо активно развивается. Диффузионный МРТ. Диффузия, в принципе, я думаю, все знают на шестом или на пятом курсе, где в этом, что такое диффузия. И, в принципе, если мы говорим об однородном объекте, то диффузия у нас изотропна. Если мы переходим на живой организм, то диффузия становится анизотропной, потому что у нас есть клетки, как минимум, в которых диффузия ограничена. Есть внешняя внеклеточная среда, жидкость, которой диффузия более свободна. И, соответственно, коэффициент диффузии у нас является анизотропным. Анизотропным. Если мы будем смотреть на диффузию... И на этом, в принципе, основана диффузионная МРТ. Если у нас есть какой-то патологический процесс, например, опухоль разросшаяся, то в этом месте диффузия будет сильно ограниченной. И если мы сможем получить картинки, отражающие, что у нас диффузия ограничена, ну, по скорости диффузии, например, то мы можем говорить о наличии того или иного патологического процесса в организме. Я не буду делить много внимания, как, в принципе, работает импульсная последовательность. Мне кажется, достаточно уже про импульсную последовательность было. Ну, и здесь вот показаны с острым инфарктом головной мозг. Стандартная картинка флаер. Тоже видно на ней, в принципе, патологию. По той причине, что довольно обширный инфаркт. Но зачастую, если инфаркт был небольшой в результате инсульта, то, в принципе, можно и не заметить на каких-то картинках стандартных такого изменения. Если мы получаем диффузионно-взвешенную картинку, то мы можем хорошо видеть ткани, на которых ограничены сильно диффузия. На диффузионно-взвешенных картинках будет выглядеть светлой. А на картах, если мы построим количественные карты, то уже будет темным более. И здесь хорошо видно, что диффузия в этой области сильно ограничена. Примерно такие приложения имеют протонные МРТ. Но, в принципе, у любого диагностического инструмента у протонной МРТ есть свои ограничения, которые довольно сложно преодолеть. Например, визуализация легких. Мы визуализируем жидкости на МРТ, жидкостей в легких мало, визуализировать легкие сложно. Или, например, если мы говорим о желудочно-кишечном тракте, который имеет довольно хаотическую структуру. И, соответственно, визуализировать его тоже довольно проблематично. В то же время, как мы уже поняли, контрастный МРТ изображение довольно сложный. Здесь, например, на картинках на нижнем ряде показано аденокарцинома, кажется, поджелудочный. И вот человек, который, в принципе, не видел раньше картинок МРТ, ему, в принципе, сложно понять, что здесь изображено. Вот тут, например, почки. Я, в принципе, видела пару картинок МРТ, поэтому могу предположить, что на них показана печень. Но, в принципе, человек, который с этим не знаком, довольно сложно здесь ориентироваться. Даже врачам порой очень сложно читать картинки МРТ протонные и стандартные именно из-за сложного контраста. И поиск патологии для рентгенологов довольно проблематичен. Поэтому довольно перспективным направлением сейчас в МРТ являются мультиядерные приложения, при которых сигналом регистрируем не от ядер водорода, а от каких-то других ядер, которые также имеют магнитный момент. О нескольких из них мы поговорим, о наиболее перспективных, которыми сейчас люди в мире занимаются. И одним из наиболее перспективных… А, ну да, нужно остановиться, чтобы там по протонам есть вопросы. Кто-то спросил. Но, наверное, нет, раз никто не выкрикинет. Если водичку попью, как раз. Нет вопросов. Окей. Значит, мультиядерные методы. Наиболее перспективным таким ядром является ФТОР. Во-первых, чувствительность ФТОРа очень близка к протонам. И у каждого ядра, в принципе, можно сказать, своя чувствительность. Но, в принципе, каждое ядро в той или иной степени чувствительно к паблетному резонансу. И эта чувствительность заключается в том, насколько, в принципе, у нас происходит расщепление энергетических состояний в постоянном магнитном поле. То есть чем, соответственно, дальше эти энергетические уровни, тем по распределению большим на эти уровни будут более разно населенные. То есть на нижнем энергетическом уровне будет больше, чем на верхнем энергетическом уровне. Соответственно, когда мы проводим насыщение этой системы и инвертируемой населенности уровней, сигнал, который мы улавливаем, он пропорционален не то чтобы напрямую количеству спинов, которые процессируют, но именно вот эта разница в населенных стихуровне. То есть если у протонов, например, разница между энергетическими состояниями довольно большая и, соответственно, разница в населенности уровней довольно большая, мы можем хорошо визуализировать сигнал. То есть мы возьмем какое-то другое ядро, например, ксенон. У него эти два уровня очень близко друг к другу находятся. Соответственно, разницы в населенности уровней почти нет. На миллион, грубо говоря, спинов перевес идет в сторону того или другого уровня только на один спин. То есть на нижнем энергетическом спине там миллион один спин, а на верхнем миллион. И сигнал, который мы сможем уловить, не от двух миллионов одного спина, а только от одного. И, соответственно, проблема чувствительности это основная проблема в МРТ. Плюс фтора в том, что его чувствительность практически такая же, как у протонов, при этом фтора в организме практически нет. То есть мы, с одной стороны, в принципе, получаем высокочувствительный инструмент, такой же, как протонный МРТ, а с другой стороны мы решаем проблему сложного контраста на изображении, потому что фтора в организме нету, и картинку получить не от чего. Соответственно, если мы хотим получить картинку, нам нужно вводить в организм какие-либо фторсодержащие контрастные агенты. В зависимости от поведения данных контрастных агентов в организме, от их генетики в организме, и происходят все приложения фторной МРТ. И основное приложение фторной МРТ – это визуализация воспалительных процессов. Значит, в принципе, фторсодержащих веществ, которые были бы нетоксичны не так много, и практически все они относятся к фторуглеродам, к перфторуглеродам, полностью фторированным углеводородам. То есть это соединение аналогичное углеводороду, только в котором весь водород заменен на фтор. Эти соединения сильно гидрофобны, сильно липофобны одновременно. Соответственно, перед введением в организм их обычно эмульгируют, потому что иначе они забьют сосуды. Потому что они не будут растворяться, они будут образовывать в крови довольно крупные капли, которые могут забить сосуд. Поэтому предварительно их эмульгируют. При вкалывании таких веществ в организм, внутрь кровотока или просто внутри брюшина, например, животным, данные наночастицы распознаются нашей иммунной системой как чужеродные частицы. И поэтому возникает иммунный ответ. Соответственно, макрофагальные клетки будут поглощать данный эперфторуглерод. И потом при наличии каких-либо воспалительных процессов они будут следовать в область патологии, например, в области опухоли. В принципе, макрофагальные клетки у нас есть во всех тканях организма. И довольно большое количество в печени, например, в селезенке купюровой клетки. Поэтому там изначально были довольно в большом количестве накапливаться данный эперфторуглерод. Но при наличии опухоли, например, как показано на картинке, здесь показана 1H-картинка протона, здесь показана вторая картинка. Вот таким светлым петоном показана опухоль спонтанная у мыши. Соответственно, по периферии, по кровотоку, как сосудистая стенка обволакивает опухоль, происходит накопление данного эперфторуглерода. И здесь же то же самое приложение по относительно клеточной визуализации, клеточного отслеживания. То же самое можно делать со стволовыми клетками, например, если мы вместе с перфторуглеродом в принципе засунем стволовые клетки, которые будут точно так же извне пометимы стволовые клетки фторуглеродом, потом их полим, мы сможем отследить, куда эти клетки пришли. Или в принципе отследить какие-либо воспалительные процессы, например, как здесь показано, при отложении аллотрансплантата. Ну, в общем, важно чего. Другое приложение фторной МРТ еще довольно интересное – это визуализация желудочно-кишечного тракта. Мы тоже говорили, что это проблемно для МРТ из-за хаотичной структуры данного органа. Значит, есть исследование, подобное этому в компьютерной томографии, которое заключается в том, что человек кормит бариевой кашей и потом ему смотрят желудочно-кишечный тракт. Также с помощью КТ в данный момент где визуализируют легкие, мы тоже говорили, что легкие – это проблема для МРТ, но компьютерная томография, основанная на рентгеновском излучении, это ионизирующее вредное излучение для организма. И проводить его многократно, систематически, даже не ежедневно, хотя бы раз в месяц довольно проблематично. МРТ не обладает никаким ионизирующим излучением. Это абсолютно безопасный инструмент. И поэтому разработка каких-то методов альтернативных компьютерной томографии, позитивно-эмиссионной томографии довольно перспективное направление. И то же самое мы можем сделать в МРТ. Если мы, например, возьмем любую еду, ну, здесь исследование проводилось, на крысах, то есть делали корм крысы, смочили его в перфторуглероде, накормили крысу кормом, но она сама поела ее, не будем говорить, накормили. И, соответственно, можно визуализировать довольно легко желудочно-кишечный тракт. Аналогичное исследование проводили на человеке, но мы решили уже не кормить его перфторуглеродом так пьяно, а просто дали ему пару капсул, ну, там два договора, дали капсулы, наполненные перфторуглеродом. И проводили исследование, в котором отслеживали со временем, как эта капсула в организме перемещается. Ну, вот протонная картинка, на которой совсем не видно желудочно-кишечного тракта, но в реальности эта капсула, конечно, проходит по желудочно-кишечному тракту. Данное исследование также довольно перспективно в плане исследования лекарственных препаратов, в каком именно деле они растворяются в желудочно-кишечном тракте. С легкими, понятно, легкие, особенно сейчас у нас, когда при коронавирусной инфекции, все прекрасно знают, что корона поражает легкие, вызывает фиброз легких. Ну, сначала пневмония с развитием фиброза зачастую, но на протонах, как мы уже сказали, не смотрят легких, по ряду причин, не только потому, что там мало протонов, но также по причине того, что поле довольно сильно искажается на границе жидкости воздуха из-за разницы в обмитной восприимчивости ткани. Тем не менее, протонные МРТ, конечно, тоже делают легких, но, как правило, на них легкие выглядят вот такими темными. Существует много методов, основанных на сверхбыстрой визуализации, которые позволяют каким-то образом визуализировать сосуды, например, легких, вот здесь их немного видно, отследить, есть ли наличие фиброза, какое-то есть, в принципе, визуализируют, фиброза, фанарка на сегодняшний день это довольно малочувствительные методы. Более чувствительные методы основаны на визуализации специальных газов, которые можно визуализировать в МРТ. И наиболее перспективным здесь является визуализация гиперполяризованных благородных газов. Гиперполяризуют их по той причине, что все они очень низкочувствительны к МРТ. Вот как раз их тут можно посмотреть. Елей, криптон, фенон, они все, ну, разница между энергетическими уровнями у них очень маленькая, и поэтому их населенность практически одинаковая. Сигнал, который мы улавливаем, очень слабый. Поэтому предварительно данные газы гиперполяризуют. Что это означает? Это значит, что их изначально создают довольно сильную разницу в населенность уровня, то есть на нижний энергетический уровень, переводят практически искусственным образом с помощью динамической оптической накачки или еще каких-то методов почти все спины. Релаксировать система, естественно, возвращается обратно, но сигнал, который мы улавливаем, в итоге оказывается там в 100 тысяч раз больше, в миллион раз больше, ну, не в миллион, в 100 тысяч раз больше, в 10 тысяч раз больше. СТСМ и сигнал будем улавливать не от одного спина по разнице между энергетическими состояниями, а от 100 тысяч спина, грубо говоря. Однако у этих методов есть проблемы. Визуализация с помощью гиперполяризованных газов просто дает, в принципе, полную диагностическую информацию, которую мы хотели бы получить, о легких. В принципе, если мы обратимся к рентгенологам, то, что они хотят знать о легких, это три вещи. Их анатомическая структура, ну, наличие фиброзных разрастаний, например, каких-то, их вентиляция, их перфузия. Вентиляция говорит нам о количестве воздуха, которое приходит в ту или иную область легких в единицу времени. Перфузия говорит нам о кровотоке, то есть о том, какое количество крови приходит к той или иной области в единицу времени. Если легкие хорошо вентилируемые и хорошо перфузированные, то считается, что газобмен в них протекает хорошо, то есть в область, в определенную область легкого приходит достаточно количества кислорода и с помощью кровоток потом это количество кислорода эффективно отводит от легких. И гиперполяризованный газ, в принципе, позволяет нам получать всю информацию и о перфузии, и о вентиляции. К слову сказать, в свою очередь, на компьютерной томографии обычно получают лишь анатомические изображения легких. здесь видно, в принципе, не скажу по причине какой патологии, не помню уже, видно хорошо, что вентиляция в легких довольно сильно нарушена, если накладывать протонные картинки на картинки гиперполяризованного ксенона, видно, что в определенных областях довольно сильно нарушена вентилируемость легких. Основная проблема с гиперполяризованными газами заключается в том, что они, во-первых, очень дорогие, то есть наработка одного кубометра гиперполяризованного газа обходится примерно в 20 тысяч долларов, грубо говоря. Кроме того, данный метод довольно сложно ввести в клиническую практику, потому что необходим довольно мощный лазер, который будет обеспечивать накачку этого газа для достижения гиперполяризованного состояния. Кроме того, релаксационный процесс у данных газов тоже довольно долгий, если мы говорим о принципе тканях, релаксационных характеристиках, но короткий для клиники, то есть он составляет минут 10, грубо говоря. И то есть мы этот гиперполяризованный газ должны не только наработать, но и успеть доставить пациенту, чтобы это гиперполяризованное состояние желательно не успело сильно свалиться. Все эти сложности в принципе ограничивают применение данного метода, и данный метод до сих пор не применяется в клинической практике. Аналогом ему тоже может служить фторный метод, при котором в легкие вводится фторированный газ. Опять же, фтор высокочувствительный КМРТ, поэтому нам не требуется проводить гиперполяризацию этого газа. Однако, фторная диагностика более ограничена по сравнению с гиперполяризованными газами, потому что фторные соединения сильно гидрофомные или липофомные, как уже говорилось, соответственно, информацию, которую мы можем получать фторными методами, на настоящем, информация о вентиляции легких. То есть, получать информацию о перфузии довольно проблематично, а газообмене эти соединения не проникают по ткани легких. Например, гиперполяризованный МРТ-ксенон хорошо растворяется в тканях организма, так и в крови. Соответственно, его химический сдвиг угадной фазы ксенона довольно сильно отличается от химического сдвига у фазы, которая растворилась в легких, которая растворилась в крови, в тканях легких и в крови. Соответственно, мы можем отдельно визуализировать ксенон, ответственный за фазу, которая растворенная, и газообразную фазу. Таким образом, наложив две картинки, понять, куда газ реально пошел, то есть, построить такие картинки вентиляции, в какие области легких газ поступил и в каких областях легких он растворился и попал в кровь. Таким образом, понять о перфузии тканей, о газообмене. Получить информацию со вторым так сделать проблематично, потому что вторым не растворяется в тканях организма. Информацию, которую мы можем получать, пока это информация о вентиляции, но там тоже довольно много методов, которые сейчас разрабатываются, в том числе наши группы магнитом томографии. Здесь показаны изображения легких человека, полученные на 0,5-т словом томографе клиническом. Легкие человека, у которого переболевшего ковидом, тоже довольно хорошо видно, как здесь легкие, такие аккуратные, в принципе, гладкие, и здесь легкие чуть-чуть не такие. То есть вентиляция явно нарушена, то есть газ поступает не во все отделы легких. Здесь показано тоже такое онлайн исследование, то есть на вдохе конгас распространяется по легким, на вдохе можно говорить из этих картинок о как раз вентиляции, в какие области газ поступает первостепенно, в какие он поступает в большей концентрации, и он может не поступает. Здесь показано исследование гиброзных легких у крысы, и здесь хорошо видно, что на вторной картинке есть определенные участки гиброзного поражения, в которые газ тоже не поступает. Другое ядро довольно активно сейчас тоже развивающееся приложение в МРТ, которое визуализирует этот надпись. Не буду перечитывать все, чем натрий замечательен. Я думаю, вы наше в курсе знаете об этом, помните, по крайней мере, лучше, чем я, в том, что натрий в принципе участвует во многих обменных процессах в организме, и концентрация натриевно-клеточного натрия является довольно определенным показателем наличия тех или иных патологий в организме. натрий ядро, имеющие спин не одна вторая три вторых, то есть это квадроупольное ядро, и его расщепление в постоянном магнитном поле уже происходит на сколько там уровня минус три вторых, на три уровня, не очень хорошо я считаю. Значит, проводя оценку натрия в организме, мы также можем говорить о, например, солевых отложениях здесь в коленках где-то, или о наличии тех или иных патологий. Вот здесь хорошо видно наличие опять же глиобластомы опухоли головного мозга, что на натриевых картинках происходит значительное повышение содержания натрия неклеточного при наличии тех или иных патологий. Аналогично при рассеянном склерозе, вот здесь, например, на МРТ картинках специально поискала, чтобы не очень было видно, точнее, плохо видно наличие рассеянного склероза. Рассеянный склероз это заболевание, поражающее миелиновую оболочку аксонов у нервных клеток. То есть, миелиновая оболочка разрушается, соответственно, нарушается передача сигнала нервного. На МРТ выглядят в виде таких круглых, в принципе, светлых пятен обычно, но вот на картинках не очень заметно. На натриевых картинках здесь хорошо заметно, что патология все-таки имеется. Также показан ряд примеров здесь, что это у нас опухоль, явно молочной железы, карцином молочной железы, а также просто воспалительный процесс в ноге, в колене при какой-то травме. Видно везде, что количество натрия неклеточного довольно сильно повышается. Интересное приложение, уже спектроскопическое, в МРТ основано на исследовании фосфора. Фосфор входит в организме в основные энергетические метаболиты АТФ. Здесь показан спектр АТФ. Он имеет довольно широкий диапазон химсдвигов, то есть альфа-ноут, соответственно, если вы помните, как выглядит молекула аденозин-3 фосфата, альфа-это фосфат наиболее близкий к всему остальному приложению амбета и гамма. Соответственно, если мы говорим о мышечном метаболизме, при этом энергетический обмен у нас гамма-АТФ, отрывается от самый дальний, третий гамма-АТФ, и через фосфокреатин киназу он обменивается на фосфокреатин приходит. Короче, я не в курсе, ладно, не буду говорить, что я в курсе, там довольно сложный метаболизм, я уже не помню, как там все работает, но в общем, если наша мышечная ткань очень хорошо и сильно работает упорно, например, после каких-то тренировок, у нас происходит накопление креатина, фосфокреатина в организме, и, соответственно, креатин киназы белка, который производит фермент, который этот процесс весь, убыстряет, в результате которого происходит обмен от ТФ на АТФ с образованием креатина, вот примерно так. Соответственно, если у нас нарушен энергетический метаболизм, что может быть предшествием для инфаркта мышечной ткани, это может быть любая мышечная ткань, не только сердце, соответственно, у нас происходят определенные изменения в концентрациях АТФ, фосфокреатин киназа и фосфокреатина. И таким предшественником, в принципе, даже если вы сдаете на самом деле кровь на анализ на фосфокреатин, то есть определенная норма фосфокреатина, которую измеряют. И если эта норма, грубо говоря, фосфокреатина в организме довольно много, то это такой некий сигнал, не в организме, но в крови, то это такой сигнал о том, что либо перетрудились в питомозале, либо какие-то проблемы с мышечной тканью есть, с мышечным метаболизмом. И здесь можно, в принципе, делать аналогичные исследования, неинвазивно, при этом брать не просто анализ, как и с крови, то есть непонятно с какими мышечными проблемами, мы можем обратиться напрямую к определенной мышечной ткани, например, посмотреть в сердце. И если мы увидим, что фосфокреатина много, то стоит начать лечиться. Аналогичное приложение довольно интересное есть углерода, тоже в основном спектроскопическое. углерода в организме много, но углерод в организме 12-й. У 12-го углерода нулевой магнитный момент, а вот у 13-го углерода, естественно, содержание которого какое-то очень маленькое, примерно 1%, него в организме соответственно мало. но организм он же не понимает 13-й углерод или 12-й. Соответственно, если мы возьмем контрастный агент, какой-то промежуточный метаболит, например, как здесь показан перуват, который есть в организме, пометим его извне углеродом 13-м и вколем обратно в организм, то организм не поймет, что 13-й углерод или 12-й, он просто пустит его в свой стандартный метаболизм. И перуват является промежуточным, мы можем то же самое сделать с глюкозой, например. Перуват является промежуточным метаболизмом, как здесь написано, многих циклов, в том числе гликолиза. И если мы говорим о наличии каких-то опухолевых процессов, то там гликолиз происходит по анаэробному пути. И соответственно у нас гликоза переходит в основном во что же она переходит в лактат, а не в лактат, при анаэробном гликолизе переходит в лактат, при анаэробном в лактат. Соответственно если у нас в организме есть опухоль, то у нас происходит накопление лактата. Вот здесь вот показано. Если опухолевых процессов нет, то будет в большей степени присутствовать аланин. Таким образом, то аналогично визуализировав у этих всех соединений, как вы видите, разный химический сдвиг, отдельно визуализировав каждый из них, мы можем локализовать где находится перват, куда мы его ввели, основное содержание аланинов, то есть та область, в которой гликолиз идет по аэробному пути, а также локализовать лактат и понять ту зону, в которой гликолиз идет по аэробному пути. И таким образом понять, где у нас опухолевый процесс находится. по, опять же, мрт-картинке стандартной протонной, но тут сложно что-то визуализировать. На этом у меня все. Получилось все час, но окей. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Я открою час. Чать ничего нету. есть ли тут у нас еще какие-то люди? Да, люди, конечно, есть. Может, кто-то хочет что-то еще уточнить у Ольги? Ну, да, я там много скомканно рассказала. Если есть какие-то конкретные вопросы, могу ответить более конкретно. Ну, наверное, вопросов нет. Сокливые были, потому что рассказали. Да, мне кажется, все очень хорошо и понятно было рассказано. Если кто-то у кого-то появится, я думаю, они смогут спросить о том как-нибудь по электронной почте или лично. Ну, да. спасибо большое. Ольга, лекция была отличная. Мне понравилось. Я слушал с большим интересом, хотя большую часть я и так, в общем-то, знаю. Спасибо также всем нашим участникам и слушателям. хорошо, спасибо, что понравилось лекция. Спасибо. Все, тогда мы всем счастливо тогда, да. Отлично, все, всем спасибо.